Еще один высокопоставленный гость, который приехал специально на открытие игры по личному приглашению белорусского лидера, заслуживает отдельного представления. Президент Молдовы. Нет-нет, в Беларуси, говорит, Дадона, конечно, знают хорошо. Все мы помним эти визиты, в которых живых человеческих эмоций президентов было всегда гораздо больше, нежели официального протокола. Так вот, я сейчас не про знакомство. Я про особый жест, который стоит видеть в этом и приглашении, и приезде. Вот если сейчас внимательно посмотреть на эти кадры и лицо Дадона, то нетрудно заметить невероятную усталость. Еще бы, за последние недели в его стране происходит то, что в каком-то смысле не переживало еще ни одно государство в нашем регионе, дай бог, чтобы не переживал никто. В самый последний момент ему удалось консолидировать общество и отвернуть страну от пропасти хаоса, который начал себя проявлять в виде фактической ситуации двоевластия. На встрече в четверг Александр Лукашенко не скрывал, что переживал за молдавского друга и весь народ страны, за которую Игорь Дадон несет личную ответственность. Думаю, что на этом тяжелом пути вам, как президенту, так, наверное, сверху определено со своими коллегами придется еще немало пережить, чтобы благосостояние молдаван, которые на вас очень рассчитывают, поднять до нормального уровня. Мы в этом участвуем и готовы дальше решать сотрудничество на благо наших народов. И снова я предлагаю внимательно посмотреть на кадры и видим уже улыбку Дадона. Да, он, конечно, мог бы где-то даже, наверное, должен быть там в Кишиневе, как и любой президент всегда на острие, но он принимает решение ехать в Беларусь. Потому что говорит особые отношения и, а вот это я предлагаю запомнить всем политикам, дословные цитаты, я бы даже назвал фраза недели. Итак, друзья обычно рядом и в беде и в радости. Согласитесь, хорошо сказано. Что касается наших двухсторонних отношений, у нас отличные отношения на уровне президентов. Я как-то в одном интервью сказал, что я хотел бы, чтобы Молдовия была так, как Беларусь.